Ну они могут все... Которые ты говоришь в том же. Да, это я вам и говорил. Вот он, вот. А здесь если менять, то менять... Ну это чревато, что ремень может порваться? Нет, 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 нет. Ничего, там не закусится. Ну и здесь ремень... О-о-о! Ремень порвался. И там он все размолотило. Все он трогал. Дел ГУР, потому что насос плохо качал. О, видишь что? Ну значит... Значит это пом-пом провалирует нас. Пом-пом, да. Попробуем тащить. Это вторая серия, первую я снимал. Александр приехал на... Все-таки испытаем Киева. Соренто. Сейчас две потащиваем. Так, ну что, вяжем. А у тебя есть к чему привязать там? Везем в сервис. Все, тащим. Чуть-чуть ему помог. Ключ повернул, чтобы руль не заблокировался. Прям в сервис. Но я тоже думаю, что пом-пу. Блин, сто раз ведь там сказал ему. Нет, ничего, поездишь. Вот капец. Там шкив отвалился. Шкив отвалился. Оторвал шкив. Руль, шкив сломался. Руль сначала заблокировался. Надо все на нем висеть. Ремень-то один. А он сегодня, я ведь сегодня два раза говорю. Не порвется ремень? Нет, говорит, сглазил. Точно сглазил. А вот так бы, говорю, в эту я должен был. Вот можете уехать. Так бы там порвался. Что-то делать не в ремне, а в этом. Ну, шкив. Шкиву дело. Шкив оторвало. Вот этот пластиковый. Ну. Без заряд. Пойдите, пожалуйста. Пойдем, автор. Так, ну вот. Специально нам замена ремней навесного оборудования. Так, ну вот нам выписали эту. Замена ремней навесного оборудования. Правильно? Угу. Ну что там, ничего больше на глаза не попалось. А причину хрен узнаем мы, да? Так, чтобы это... Из-за чего? Ну, тебе же заводились, работают нормально. Ну. Ну, чисто просто ремень лоп... Не, ну ремень просто так же не лопается. Ну, не шел. Нет, нет, ремни. Один новый стоял. А второй нет. Вот он первый лопнул, порвал второй. Закрутился, намотал и порвал. А он сейчас и новый, может быть, и... Не угадаешь, да? Да. И значит, что он что порвал и разбил. Дайка ставил. Обычно. Дайка и... Дайка бывает. Дайка бывает. Бывает дайка и не дайка. Не, ну понимаете... Мы здесь... Нет, ну сейчас ремни заказывать. Нет, что... Сейчас уже паскальнуло. Значит, что уже... Ну, не попался. Здесь менять надо было. Ну... Больше ничего, да? Так визуально ничего не повредилось? Да нет, вроде как. А что это? Как теперь узнать нам? Перегрел, не перегрел. Мог он за это время успеть перегреться? Ничего там, что повело, не повело. Я думаю, нет. Здесь прокладка металлическая. Все. Пропал, зарядка. Когда ехал... Ну вот я ехал, потом... Лампочка сгорелась? Да, загорелся этот аккумулятор. У меня сначала пропал руль. Ну, и долго ехали еще? Да нет, он уже на повороте. Вот я в городок уже повернул. Сюда, к дому. Да нет, ничего не больше. Не, не, я думаю, тоже. Здесь потому что евро-3, здесь металлическая прокладка стоит. Она... Это не проникнула. Я скажу, что ее повело бы сейчас никуда не... А где тут масса у него, кстати, где-то? Что-то, что я говорил, что, типа, этот стартер у нас там требущит. Он говорит, там масса где-то отходит. Говорит, я ее подтянул, и он перестал, типа, того. Если честно, не знаю, я не электрик. Вот и дата. Вот, говорит, в сервисе сколько людей? Каждый занимается своей. Ну, это вот даже видно, да, уже тут все. Ну, это у них вот... Он мне говорит, как ты там был, типа, того, что... Слышал, как работает, и не сказал, чтобы поменяли. Что? Вот, что у нас лопнуло, да. Да ладно, вот так вот. То есть, типа, что он на меня виноват, что, как бы, что я здесь был, ты что не мог услышать? Ты не при чем, ты не при чем здесь. Вот, и я ему что и говорю, вот так... Сейчас мастер ремень закажет, там... Да это просто там поездка срывается. Ну, я, нет, я его... С досады, да. Да, да. Сейчас. Так, ну что, теперь мы-то, наверное, пойдем, да, пока? По прогнозам, что, ты меня наберешь тогда или как? Ты свой номер. Ну, ты с него звонил. Ну, это его. Ну, или тогда через него. Нет. Ну, так, что, а то мало ли я, может, выходные на рыбалку, там, пока куда съездим. Что завтра, может быть, вечером и что-то. Ты, главное, только не запей, футболист. А, я не пью же, я связал. Давно? Два месяца. Два месяца срок. Курить, как бросил. Я же курить бросил. И не тянет. Чампикс. Ну, не, а вот тяжело, что я думал, один ездишь вроде по долгу, да, там, закурится. А это что-то как-то, как отшептало, хер его знает. Прийти ко всему надо. Давай, сейчас. Короче, можешь завтра, да? Сейчас я ручку принесу, ты, свой телефон. Да, видишь. У меня еще есть кролик. Смотри, его распустило. То есть он даже не лопнул, получается, обычно, торвет. Это его порезало. А его порезало, значит, он на что-то съехал. Нет, это могу порезать. Где он поедет? Где он поедет? Ну, где-нибудь еще, сверху. Его могу порезать из-за того, что он в моменте уже кролик. Шишки. Помню. А его порезало, если протяжение пропадет, потому что он развалится. Нет, вот из-за этого шкива. То есть, начинал, когда он разваливаться, гулять право-влево. Могло только его порезать. Все, больше ни из-за чего. Вот этим вот, да, тем более, застрой. Да, да, вот пошел крошиться и могло его резануть. Больше ни из-за чего. Ну и что, нам надорого это встанет так. Ремонт где-то там. Взамен ремней эти? Да. Тысячу полторы. У меня, вон там он, херота. А, это я не знаю, сколько стоит. Это надо в магазине узнавать. Ну, не 20 тысяч, я имею в виду. Да нет, конечно. Нет, конечно. Помню, что он говорит, что мы опять на 20 тысяч попали. Говорит, откуда. Вот, говорит, и зарплата. Ну, это продается жить, нет? Ну. Шкиф. Конечно. Да и что он рублей 500 стоит? Да и то, и то. Ну, короче, это не очень страшно, да? Да, ерунда, тут бы работал. Ну, только он хотел, я ему объяснял. Ям, купи-то новую клинку, поставь и все. Не будет геморрой никакого. Но новый стоит, блин, сколько? Ну, он посчитал 150, а сколько он сейчас в доводку доведет? Вот и да. Денег может. Блядь, эй, мы как эти, русские, блядь, менталитет нас ебанутрый. Экономим на спичках, нахуй. Ну что, пойдем. Но зато сцепление отлично. Ну все, Олег. Нет, сцепление нормально? Да. На связи тогда наберешь. Да, наберешь. Вообще не было, пропало. От чего? От чего? Там что-то подтягивали. Короче, увидишь, я тебе на видео покажу. Я для этого и снимаю, потому что так в голове, я говорю, сегодня не спал, ни фигаэта. Да, это я вот потом, брат, все запоминаю. Допустим, в Next, уже штатное вот такое сцепление цилиндр не вставишь. Здесь токаря делали у нас. Ленические, ликотники. Так, дед, ничего не забыл. Видно, оно у нас. Он постанул, бездавод. Завтра, надеемся, что завтра все починится и уже поедем в рейс. Ладно, доброе утро. Пока вот завтракаю. Хотел вам показать этот соус, какой я все нахваливал. Вот как он выглядит, бусничный. К мясу, к свининке вообще подходит. Блин, не открыть, не открыть. Ну, в общем, вот такой вот. Я его тому вам уже в пути показывал в предыдущем видео. Все, приятного аппетита и поедем искать ремень. Ушли. Ну, термоса. Кто говорил, мне надо. У меня вот такой вот был. Первый. Семный. Ну, это вообще здоровый. 4200. Вот, может, мне все хочется. И топор вот такой вот. 2500. Во. Вот такой топорик. Ну, вот, я еще подле. Со специи уже прям. На вкус что-то такое. А что делать? Вот, самогонные аппараты. Там клетки. Слезапыт. Вот как дороже. А, гриль. Вот ремень. Чайкова. 1255. Ну, 1255. Я, наверное, следил вам бездельбюру. Да, хозяйте, кто-то, понимай. Мне кажется, что вечер. Мыть и мыть, да? Давай поменьше людей суббота. Так, коптильни. Коптилочки. Они одноразовые. Слежу, хожу. В общем, все. Вот он, такой. Сейчас муфту эту смотреть надо. Смотреть надо. Смотреть надо. Вот, интересно, что это, допустим, за тушенки в фикс-прайсе под этим ценам. Что тут интересного? Карапузы. Я пока жду, хожу, смотрю цены на тушенки. Вот, зашел. Даже хер его знает, куда я зашел. Пятерочка, не пятерочка. Не знаю. А это пятерочка? Нет. Нет, я не в пятерочку. А, я в магните. Сейчас посмотрю эти тушенки. Сколько стоят? Где они есть? Вот. И все. И поедем в сервис ставить ремень. А там на то еще эта муфта, подшипник разлетелся. И что в муфту вся мотается. Здесь узнал, муфты нету. Вот, короче, сейчас дождусь. Здесь скидка на рыбные консервы. Вот. В магните нет овы. Вон какие-то интересные. А там и цена 269. Ну, на паузе посмотрим цены. Ладно, все, поеду в сервис. Может, кто увидел, какую хорошую, мне подскажет. В привычных маршрутках уже раз пересадка, два пересадка. И вот снег валит. Нормально валит. Непривычно отлыкли руки от маршрутчатого штурвала. На остановку иду. Уже есть охотно. Время 12 часов. Так, смотрим. Сейчас он придет, может, расскажет, что к чему. Может, что, новые открылись какие-то моменты. Если честно, на остановке пока стоял, весь околел, вообще охерел. Нос забился, полезу в спальню. Те капли должны быть. И жрать охота. Пойду искать, Олена. И тут его нету. Тут вот, Соболь. Замена прокладки. Вообще, да, когда ездим. Шестигранник есть? Набора нет. У нас они появляются, когда надо что-то отвернуть под такой размер. Раз, он находится. А так, в дороге, конечно, да, надо нормально включить. Давай сейчас поставь. Скорость? Заднюю передачу, да. Ой, сейчас. Передачу заднюю. Ставим ремень. Все, включил. Да, задняя. Давай, поехали назад. Толкаете? Да. Он этот ремень, блядь, садит наручники. Ты что-то не столкнешься. Наручники стоит, наверное. Наручники? Я. Она и стояла наручники. Не знаю, что сейчас делать. Толкаем. Да, поехали. Ну что ты? С раскачки. Да. Вот, пошла. Пошла, пошла, пошла. Сейчас, сейчас. Я заправлю еще чуть-чуть. Вот такая в дороге. Че, как я его буду? Это гидроусилитель, блядь. Это хуйня. Это ты разберешься. И че, если я звук услышу? Ну, если писк пойдет, то будет поздно, да? Нет, нет. Просто... А то как с этим тоже думали. Ничего не человечка какая. Мое предположение, что... Вот, смотри. Вот он. Так, дожди. Ну и че он. Вот, вытяжитель. Или он свистит? Нет. Он может. Свистеть, да? Короче, если идет перенатяг, там же пружина, он автоматический. Вот он может начать ебать мозги, блядь. Вот если порвался ремень, то тут, скорее всего, из-за него. Потому что... Значит, будет, может, рецидив, да? Да, может, будет. Но опять же... Ну и никак не узнаешь, да? Вот так, где... А ты сколько проехал, когда поставили-то? Да сколько я тут проехал? Вчера, ты имеешь в виду? Нет, нет, вообще. После того, как двигатель поставили, сколько километров проехал? Блин, ну вот я съездил с Йошкаралу и обратно. Блядь, сейчас, секунду, отлично. Блюз 300. Блин, система. А с Йошкаралой сколько? Ну сколько получилось? Ну, в общей сложности около 3000, не больше трешки. Короче, скажи ему... Видишь, говорит, еще что? Скажи ему. Пусть и на ту машину такой держусь. А, такой же? Что там? Видишь, он говорит, что там еще этот натяжной механизм. Он думает, что это из-за него. Если он будет свистеть, то опять ремень порвется. Нет, ну если будет свистеть, он не свистел. Ну не свистел, но он на него врешит. Основная причина, что шкив лопнул-то. Кстати, сколько он стоит? До копейки он стоит. Сейчас посчитает, сколько все выйдет. Потому что она писала, как на Геродон, но я буду сам платить, как пилист. А, да это мы пересчитаем, там тогда скидка будет 10% на запчасти. Как второй раз? Как постоянного уже? Нет, частенько скидка. А, дешевле. Блин, ну главное, чтобы не подвел, чтобы такого не было, что... Не слабо? Нет, он еще не натягивал. А, ну да. Он пошел поразговаривать. Понятно. Ладно. Блин, вот хера узнай. И да. Ну вот, видите. Сейчас узнаем, сколько это будет все стоить. Шкив. Ну, как говорят, шкив, короче, с годами. Он же текстолитовый. И, типа, с годами он уже... Двигателю, получается, 12 лет почти. Ну, 11 точно. И, типа, что с годами текстолит развалился. Блин, ну главное, чтобы не было никаких рецидивов дальше. Тут еще... Смотрите, смотрите. Ну, что с маслом? Что масло уходит? Кто говорил, новый двигатель? Ну, это же не новый двигатель-то. Я читаю ваши комментарии. Посмотрим. О! Смотрите, с ним причем. Это, кстати, на 49-х вот такая проблема. Вообще, на таких двигателях часто это... Вот на 49-х именно. Ну, вот, кстати, знаете. И вот он разрезал этот ремень. Распустил его на ремни, как говорят эти. Отпустили не его там, в бедре лежат еще. В этом? Да, вот, видишь? Ну да, он прям распустил. Вообще хорошо. А это тот, да, вот это? А, нет, от нас уже. Ну, твой новый, ты положи себе. Ну, да, тут уже выкинул. Тебе два одинакового не стоят. Что генераторный, что на усилитель. Ну, на гор идет. Что вы знаете, так вот мало... Я хочу натяжку примерно посмотреть, ну, ты пожмешь, тогда, чтобы так на глаз. Да и вот, чтобы не прожимался бы, не свистел бы, и все. Мне кажется, тут еще что-то было, нет? Что-то пустота какая-то. Да где? Абсорбер. Ну, вот что нам надо еще с ним, чтобы вот не забыть, вот сейчас по свежим следам. Про стартер ты помнишь, да? Ну, стартер, да, я вчера записал уже себе на корочку, блин, так сказать. Ну, а дальше все, течь масла устроить. Течь масла. И вот ты говоришь, слушать писк, да? Ну, вот, нет, если будет. Потому что здесь, опять же, как вариант, или то, что шкив уже старый от времени, просто от времени развалился, или он был уже треснут. Во-первых, вот эти бэушные, 49-ые, с уазиков, ну, сам же знаешь, ну, уазиков что делают-то? Лазают, нахуй, где хотят. Ну, бездорожье. Ну, да. Для этого и есть, внедорожник. Да, соответственно, насилует. Бушкрафт. Ну, может, они лазили, типа, да, на нем, что уже это, это, а тут еще чуть-чуть, и все. Да там не может быть, и вездеходовский был, да? Ну, я, в принципе, видел этот уазик, с которого его сняли, он такой люфтованный. Ну, нормально на нем лазили. Ну, об этом истории умалчивают, кто расскажет, как говорит. Только гадать, только гадать. Ну, а так, что, течь? Стартер, это, понятное дело, течь, и вот этот писк, да, в принципе, с гидроусилителем. Так что, только гидравлику весь менять, да? Да, так он и будет гудеть у нас. Это только на суд, да. Ну, это вот тут мокрое, это вчера он, когда закипел, когда оборвало, он так употек. Ну, и надеяться, что ничего там не повело голову. Да, я думаю, нет, если ты, конечно, не 50 километров проехал. Да нет, там я сразу, ну, как, до обочины, я тоже смотрю, на обочине нет, отбойники. Я до первых этих тормозов, и все, потом уже на холодную. Ну, потом уже я вот ждал этого, когда меня эвакуировать будут. Так что, такие вот дела. Ну, сейчас посмотрим. Уже у меня ничего страшного не случилось. Так. Так, пробуем заводить. Слушаем звук. Ого. Слушайте, руль-то. Так и будет гудеть. Слушайте. Ну, он, значит, как восьмерка на колесе крутится, да, кому-то? Ну, может быть, не прийти. Так вот. Да, может, тебе не поняло, что глюкки, я тебе говорил глюкки, я тебе показывал, как он был. Вот из-за этого можно даже крутится. А с этим не может, дорогой, быть, связанным? Нет. Ну, там просто все так крутится, все херня, да? Да, да. Ну, а что, мусор надо менять, получается, чтобы так не крутилось, чтобы в ровно было? Переднюю крышку. Ну, это про это, ты говоришь, он в курсе, да? Ну, я говорил, ой, потом поменяю. Это дорого, макси, нет? Сама крышка дорожая. Дорогая, да, да. Ну, где сравним, как ты. А чем это чревато, ты говоришь, что гудеть, если будет, да? Нет, 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 вот сейчас вот нормально, ничего не пищит, да? Ну. Вот. Если такой список появится, значит, смотреть нужно на ремень генератора. Ремень насоса. Давай, заглушим, а потом уже. Ага. А то коптит. Ремень насоса. Ну. Он натягивается, ну ты видел, да? Ну да. Вот тут стоидно, ты его вручную. А вот этот, он автоматически натягивается, там схематически. Он? Ну ты так рукой ткни. Ну, знаете, я уже не ткни. Сейчас уже не видно его, сейчас уже не видно, он вот здесь стоит. Короче, ролик и сам механизм натяжения. Да это тебе легче вон в магазин дойти, да? На него. Вот. Может и за него. Если он сильно, там же пружина стоит, он автоматически натягивает. Вот. Может быть он перетягивает что-нибудь там, хер его знает. Ну чё тогда, всё получается? Получается, да. Вот это вот что-то да. А это он, я тебе говорю, он болтается. Вот он. Он сам по себе он ходит. Стой-то, я просто показывал. Ну сейчас я ремнем вытянулся. Вот здесь вот сам внутри, подшипник не будет. Вот он сам по себе гуляет. Ну ладно, чё, будем испытывать. Ну чё делать чё? Если бы новый двигатель был, да, согласен. А тут чё, хер его, стоит спать его, газа не ухудеет. Ладно, чё, я пойду туда оформляться, да, он там тогда всё это выгоняет сами. Я сейчас напишу, так чё, берёшь я на? Или не нужно? Кого, эти-то? Да не, а я вот, у меня вот. Ага. На хер на ней. Чё, их на шею, как эти индейцы. Ладно, чё, оформляемся, всё. Сейчас я напишу. Блин, где вот эта хрень делась только? Вот у меня тут всё. Всё добро. Троса. Всё уберём. Так, вот чек. Отражатель шкифа водяного насоса. 65 рублей. Ремень ручейковый 690. Ну и я и за столько же купил. Это я ведь тоже в автопремьере покупал, только по другому адресу. Шкиф, помпы. Ну и вот, всё вышло. На 1080. Ну сейчас я пока чуть-чуть выехал. Что меня ввело в заблуждение, это что как-то руль уж больно, слишком. Ну видите, гудит. Память в телефоне, к сожалению, заполнено. Поэтому всем спасибо за внимание. До скорых встреч. Подписывайтесь на канал. Жду ваши комментарии. Будут следующие видео. Будем следить. Будет всё нормально. Видите, когда уже чуть-чуть проехал, это не гудит. Так что всем до скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok